Творчество Елисеева – это отражение города Сочи. Несмотря на то, что Владимир Семенович в основном работает в столице, много путешествует по миру, он остается верен себе. Родной курорт по-прежнему вдохновляет и помогает, как говорят критики, не превращаться в заурядного иллюстратора. Работает керамист только над тем, что его волнует и увлекает. На третьей по счету персональной выставки более 60 работ. Начинается экспозиция с двух произведений искусства. Одно посвящено 70-летию Победы, второе – зимней Олимпиаде 2014. Здесь же работа на тему предстоящего события – хоровых игр. У Владимира Елисеева поет казачий хор и главный, как считает автор, символ России – медведь. Представлены последние мои работы, которые не удалось продать, подарить и украсть. Я люблю, когда мне воруют. Считаю, что это хороший признак. Нужны людям. Потому что то, что людям не нужно, никогда не возьмут. Владимир Семенович ко многому относится с иронией. В ответ на вопросы о творчестве и призвании предпочитает отшучиваться. Правду о мастере говорят его творения, считают поклонники. Именно с их помощью можно узнать о бесконечной фантазии, профессионализме и, опять-таки, юморе керамиста. Вместе с тем все эти работы открывают поэтичную душу мастера. В произведениях Владимира Елисеева много литературного содержания. Театр, культура, спорт – все эти и многие другие темы раскрыты с помощью шамотной глины, фарфора и фаянса. Есть и изделия из майолики, покрытые глазурью и красками. Реальность, античность, христианство. Пересекаются здесь и эти вечные темы. Вместе со скифским глиняным панно на стенах экспозиционного зала художественного музея можно увидеть и домашний иконостас. У Елисеева свои четкие представления о творчестве, впрочем, как и свой способ рисования. Я выбрал свой способ рисования. Я рисую на гипсе, накладываю глину на гипс, рисунок с гипса переходит на глину, подсыхает, и получается рисунок уже на глине. Понимаете? А гипс чистый остается. Как вот переводная картинка. Керамика, говорит Владимир Семенович, это и холст, и графика, и пластика. Керамист должен уметь все, чтобы успешно работать в этой сложнейшей технологии. К тому же у автора нет времени на обдумывание. Все нужно делать молниеносно, иначе брака не избежать. Сотни работ художника хранят частные коллекции по всему миру. Увидеть же творение члена Союза художников СССР снова можно будет лишь через 10 лет. Именно такой перерыв автор делает между персональными выставками. Ольга Десятого, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.